Как создать источник пассивного дохода в сетевом бизнесе? Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова. И в этом видео я хочу ответить на данный вопрос, потому что знаю, что огромное количество людей приходят в интернет, приходят в сетевой бизнес. Также и я пришла около 10 лет назад. Я пришла в сетевой бизнес, потому что, хотя в тот момент я не знала, что я иду именно в сетевой бизнес, мне понравилась сама идея, сама модель, сама перспектива. Это очень совпадало с моим внутренним желанием. Я хотела просыпаться тогда, когда я хочу, я хотела одеваться так, как я хочу. В общем, я хотела путешествовать тогда, когда я хочу, куда хочу, чтобы у меня на это было. И время, и чтобы у меня деньги были, чтобы я могла себе это позволить. И, как сказать, и морально, и физически, чтобы быть хозяином своей жизни. В общем, мне для этого, как я понимала, мне нужно что-то, что я вообще не понимала, где это такое бывает. И тогда я пришла на бизнес-встречу, меня на нее пригласили. И вот то, что я увидела, я поняла, что это как раз то, что может меня привести к тому стилю жизни, который я хочу. Выглядело это так. На большой бизнес-презентации стоял такой экран. На этом экране человек показывал, как была такая карта мира. И на этой карте мира он показывал, как у него такие вот красные точечки были. Что это все клиенты его, которые у него покупают различные, ну, определенные продукты из разных уголков планеты. И для этого он настроил интернет-систему. Он создал бизнес, который ему приносил деньги. Я поняла, что это то, что я хочу. Я этот бизнес могу вести из любой точки планеты. Для этого мне нужен компьютер-интернет. И со временем, соответственно, если я это один раз научусь делать, то, соответственно, это будет приносить мне пассивный доход. Тогда я не понимала, что это был сетевой бизнес. Ну, это, в общем-то, и не важно. Но я пришла, так же, как, наверное, и вы, в поисках именно пассивного дохода. Теперь давайте посмотрим, что происходит сейчас. Как же создать действительно пассивный доход? На самом деле, сейчас, когда есть такой спрос, огромное количество людей, ну, может быть, это и не сейчас. Сейчас просто все пошли в интернет, а раньше это желание и так у всех было. Поменьше работать, больше зарабатывать. Вот есть ли у вас такое желание или вообще не работать, да, чтобы деньги мне вот просто капали-капали. Интересно вам такое? Вот если да, то вы как раз, как и огромное количество людей, наверное, как большинство, чуть ли не все, мечтают о том, чтобы меньше работать, ничего не делать и деньги, чтобы поступали. Понятно, что когда это уже наступает, то все равно для самореализации тебе что-то делать нужно. Но вначале кажется, что я бы уехал на необитаемый остров, мне бы официант приносил кокос, коктейль и я бы просто кайфовал от жизни. Когда есть такой спрос, то, соответственно, рождаются, находятся предприимчивые ребята, которые создают недолгосрочные бизнесы в интернете. Различные хайпы, пирамиды, когда людям обещается высокий процент, человек думает, о, я сейчас вложу 600 долларов, например, и за 4 месяца у меня будет окупаемость, я окупился, и дальше все, у меня будут деньги капать только в плюс. Да, выглядит как будто бы пассивный доход, но на самом деле, исходя из моего опыта, а опыта у меня уже более 10 лет, и я вижу, что происходит в интернете, как происходит этот спрос, предложения, как они появляются, исчезают в течение года. Это множество таких предложений, потом они либо переименовываются, люди теряют деньги, то я это вижу, как, знаете, это совсем не пассивный доход, это какой-то временный отпуск, после которого человек еще и попадает в такой вот стресс, он отходит от этого пассивного дохода. И для того, чтобы восстановиться после, потому что как происходит, человек вложил деньги, начал, в лучшем случае он их вернул, если он вовремя попал, да, это вот известные лозунги, приходи побыстрее, нужно быть в самом начале, да, в нормальном бизнесе нужно быть в самом начале, это понятно, когда у тебя есть действительно классная идея, и ты первый приносишь эту идею на рынок, ты действительно несешь какую-то ценность, какой-то продукт, соответственно, ты первый создаешь себе клиентскую базу, да, это так, но это не то, во что попадают люди, вот попадая вот в эти финансовые пирамиды, потому что там суть заключается, нужно быть первым, чтобы успеть вернуть хотя бы свое, еще и что-то заработать. А тот, кто приходит последний, как говорится, тот и платит, потому что он уже ничего не вернет, а зарабатывают только те, которые пришли в начале, поэтому это не имеет ничего общего по моим наблюдениям, по моим знаниям, по моему опыту, это не имеет ничего общего с пассивным доходом, потому что это временно, это очень временно, это очень краткосрочно временно, и это не ведет к финансовой свободе. А настоящий пассивный доход, это как раз финансовая свобода, когда ты создаешь бизнес, когда ты создаешь товаропроводящую сеть, и это товаропроводящая сеть, через которую проходит продукт. И за счет того, что клиенты пользуются твоим продуктом, либо продуктом компании, с которой ты сотрудничаешь, и это действительно компания, которая несет ценность, несет ценный продукт на долгосроке, на долгие годы вперед, сейчас и раньше, и потом. И соответственно, так как ты создал эту товаропроводящую сеть, ты со временем начинаешь получать пассивный доход. Вот я сейчас обучаюсь у человека, который за 3 года в сетевом бизнесе создал товаропроводящую сеть, которая ему приносила 65 тысяч долларов в месяц. И этот человек на протяжении 18 лет, он больше не работал, он просто получал пассивный доход от того, что он один раз создал товаропроводящую сеть. И сейчас я у него обучаюсь в новом бизнесе, он потом вернулся, так сказать, с этой пенсии и сейчас продолжает развивать бизнес. Но опять же, да, речь не об этом, а речь о том, что настоящий пассивный доход, он не имеет ничего общего с вот этими финансовыми пирамидами, быстрыми доходами в интернете. Поэтому, друзья, поймите, пожалуйста, что если вы хотите получать действительно пассивный доход, пассивный доход в долгие годы, то вот эти проекты с высокими процентами, это вещь очень рискованная, это то, что долго не живет, это то, что вам позволит получать доход очень короткий период времени и уже там через полгода, через год нужно будет постоянно искать новый-новый проект. Если вам это подходит, занимайтесь, пожалуйста. Если вы хотите в итоге прийти к тому, чтобы вам пассивный доход поступал долгие годы, вы один раз, ну да, есть подвох, конечно же, для того, чтобы создать товаропроводящую сеть, нужна инвестиция усилий своих, нужна инвестиция времени. Здесь все не будет шоколадно, как вот в этих быстрых проектах. Я знаю, что кто-то выбирает для себя вот эти вот высокорисковые, высокодоходные проекты, как что-то временное, хотя нет ничего более постоянного, чем временное. И что происходит, человек приходит в такой проект, в лучшем случае он возвращает свое, в худшем случае он теряет там свои деньги и ему нужно найти снова следующее, а для того, чтобы возместить то, что он потерял, он находит проект еще с более высоким процентом. И, в общем, вот это не совсем приятная ситуация происходит еще, и когда ты людей приглашаешь в такие бизнесы, их и бизнесами, я вот за этим сейчас наблюдаю, это как игра, то есть люди со временем вообще перестают, они забывают о том, что они пришли в, изначально верили, что это серьезное дело, они потом начинают просто играть вот в эти пирамидки и считают, что все, что есть в интернете, это именно такое. На самом деле нет, это просто вы рассматриваете высокодоходные проекты и действительно это игры. А также в интернете, интернет это способ продвижения, соответственно, это способ продвижения и вот этих высокорисковых пирамид, это и способ продвижения действительно серьезных сетевых компаний, которые действительно несут цены, действительно несут продукт, на котором вы можете создать товаропроводящую сеть, которая в результате вам приносит пассивный доход. Если вы не хотите заниматься ни пирамидками, ни сетевым бизнесом, рассматривайте линейный бизнес, и у вас есть для этого деньги, соответственно, вы можете приобретать себе недвижимость, вы можете инвестировать деньги в акции крупных компаний. Поэтому выбирайте то, что вам ближе, понимайте, где действительно пассивный доход, а где, так сказать, условия для лентяев, когда типа ничего делать не нужно, но это все недолгосрочно. Лично для меня этот вариант не подходит, для меня я не хочу даже тратить свое время на что-то вот такое временное, поэтому я выбираю бизнес, который придет к пассивному доходу, инвестируя в него сейчас свое время и усилие. Друзья, я надеюсь, это видео для вас было полезно. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, либо на мою страничку, где вы видели это видео. Если есть вопросы, задавайте смело и создавайте те источники дохода, которые действительно приведут вас к финансовой свободе. И я вам искренне желаю получать удовольствие от того дела, которым вы занимаетесь. Спасибо большое за внимание, до встречи в следующих полезных видео. Пока-пока.